здравствуйте добрый день я вас приветствую от лица бюро венесского алматы на нашем втором вебинаре онлайн вебинаре по развитию потенциала местных кадров именно в области управления объектами всемирного наследия эта серия была подготовлена вместе с нашими коллегами из центра всемирного наследия а также с консультативными органами по конвенции всемирного наследия этой организации и кром и комос и мсоп на прошлой неделе у нас 1 июля прошел первый вебинар в котором мы с представителями центра всемирного наследия обсуждали аспекты различные аспекты обязательств сторон в рамках конвенции о всемирном наследии запись этого вебинара уже доступна на нашем youtube канале я сейчас в чат высылаю ссылку можете ее посмотреть на английском и на русском языках а наша сегодняшняя тема звучит следующим образом образом планирование территории вокруг объекта всемирного наследия про активное планирование и проведение оценок воздействия на объекты наследия я также напоминаю что следующий наш вебинар пойдет в этот четверг на этой неделе 8 июля вся информация о спикерах а также о вебинарах которые запланированы на июль месяц доступно по следующей ссылке она тоже в чате появляется и эти три вебинара которые у нас назначены на начало июля они не последние мы сейчас договариваемся о обсуждении других тем с нашими международными экспертами для того чтобы следить за новостями и за информацией которая будет публиковаться у нас по этим и по другим мероприятиям клуба странного бюро инвеска в алматы вы можете подписаться на нас в различных социальных сетях сейчас ссылки тоже появляются в чате а теперь я перейду к очень краткому представлению наших сегодняшних спикеров а когда они будут говорить они если сочтут необходимым они более подробно представятся в алфавитном порядке на английском языке у нас сегодня госпожа сара корт вставляющий кром координатор по оценке воздействия в рамках программы и кром и сопрительства в области всемирного наследия у нас также сегодня господин борис эрк представляющим соп это директор регионального бюро мсо по восточной европе и центральной азии также у нас представители кому сайта господин ричард макай профессор эксперт по вопросам культурного наследия и советник эко мос по вопросам всемирного наследия у нас также второй представитель мсоп это госпожа визуке мурай специалист по охране природы отвечающий за мониторное состояние сохранности объектов всемирного природного и смешанного наследия в регионах азии восточной южной африки и северной америке а сейчас наши спикеры будут представлять свои презентации а у всех слушателей есть возможность реагировать писать свои вопросы либо в чат либо вот здесь есть функция вопросов и ответов я потом все вопросы сочетаю нашим спикер а также напоминаю что презентации которые сейчас будут показывать наши спикеры они все сделаны на английском языке но мы их перевели на русский язык поэтому если вам удобнее смотреть презентации на русском языке вам нужно их самим скачать и у себя на на устройстве на компьютере на телефоне открыть и листать параллельно с тем как слушать и вебинар сейчас в чате появляется ссылка на google drive где вы сможете скачать эти презентации именно на русском языке а здесь я прошу обратить ваше внимание что вот эти документы эти презентации наших участников pdf формате они предоставляются исключительно для личного пользования для ознакомления а также для обучения внутри ваших организаций а любые такие вопросы как цитирование использование изображений данных и информации из этих презентаций подлежит отдельному согласованию с авторами большое спасибо за ваше понимание а теперь я хочу предоставить слово нашему первому спикеру это господи борис нерк представляющимся прошу пожалуйста борис вам слово спасибо добрый день всем участникам я поздравляю всех но я буду говорить по английски это как лучше да таким образом я сейчас перейду на английский язык и презентацию свою буду делать также на английском языке и как было уже сказано эта презентация уже есть на русском языке к сожалению я недостаточно комфортно себя чувствую когда говорю на русском языке но конечно же в дискуссии я могу отслеживать я прежде всего хотел бы всех участников поприветствовать для меня это огромная честь и удовольствие присутствовать сегодня на этом вебинаре и после первого семинара на прошлой неделе я бы хотел поговорить немного больше информации о процессе идентифицирования сайтов а также номинации а также оценки воздействия на объекты наследия о том как это можно осуществлять центральная зима и коллеги моя коллега мизуки также сегодня участвует в нашем семинаре и мы представляем одну и один из консультативных органов и мы работаем на над предметами культурного наследия в основном центральной азии поэтому я хотел бы поделиться своим экраном с вами и начать свою презентацию и сейчас я разверну презентацию на всю на весь экран все хорошо видно господин масана все хорошо видно да спасибо несколько слайдов о самой последней нашей работе по объектам культурного наследия в центральной азии здесь я должен сказать что мне было очень приятно на прошлое неделе участвовать в пена первом совещании и на гордзонном совещании регионального комитета по западному теншаню а по объектам культурного наследия мне очень приятно что юнеско и кластерные офисы в алматы а также а юсен приняли участие в этом совещании и для нас это действительно очень хороший знак и важный шаг вперед в управлении этими транс национальными сайтами очень важных сайтах особенно когда речь идет о природных объектах всемирного наследия давайте посмотрим на то каким образом это работает центральная азия также в других регионах вы знаете что а юсен является союз членов имеет секретариат комитеты а также участников таким образом мы практикуем трехсторонний подход к любому объекту к любому сайту который представляет собой объект всемирного нас наследие нужно сказать что в центральной азии у нас также есть офис который представляет интересы восточной европы а также центральной азии который включает себя целый ряд экспертов которые непосредственно связаны с такими видами работами как законодательство экологическое также охрана природных объектов таким образом мы говорим о том что у нас есть региональный офис а также целый ряд экспертов и кроме того целый ряд организаций которые также принимают участие в этой работе поэтому вы когда речь идет о всемирном наследии вы можете взаимодействовать со всеми со всеми из них я вам объясню немножко процесс который мы используем нашей работе когда мы поддерживаем какие-то страны участники или исследовательские организации менеджеров сайтов а также организации гражданского общества и частные лица благодаря наращиванию потенциала также развитию и получению знаний мониторинга также оценки процесса номинации и конечно же управлению тех сайтов которые относятся к объектам всемирного наследия и совсем недавно наш региональный офиса юсиен вместе с программой всемирного наследия начали проект по развитию тематического исследования для центральной азии это тематическое исследование по объектам всемирного наследия наследия и многие из сегодняшних наших участников также приняли участие в этом проекте она включала в себя не только тематическое исследование но и наращивание потенциала различных аспектов процесса всемирного наследия такие как например подготовка номинации а также управление объектами мы также помогли перевести исследование по всемирно по управлению объектами всемирного наследия на русский язык и это исследование сейчас имеется в наличии на веб-сайте юнеско и еще одним очень важным и ранним шагом по поддержке номинации объекта всемирного наследия в центральной азии это развитие тематических исследований типически такие исследования тематические по мере развития проекта мы определяем те критерии которые являются очень важными для того чтобы поддержать наших партнеров центральной азии и это исследование которое также имеется в наличии в результате помогло нам идентифицировать те сайты которые являются либо новыми либо которые уже потенциально включены в предварительный перечень и я уже говорил вам о девяти сайтах например такие как золотые горы алтая или сыра арка например степи и озера северного казахстана но есть еще и новые сайты которые также потенциально могут попасть в перечень объектов всемирного наследия конечно же сейчас это только исследование это предложение всем заинтересованным странам и участникам центральной азии для того чтобы сконцентрировать свое внимание либо на номинациях либо на расширении уже имеющегося списка номинаций и мы определили те сайты которые потенциально могут стать объектами всемирного наследия и нужно сказать что некоторые из таких объектов являются транснациональными трансграничными по своим по своей природе поэтому одно из ключевых наших рекомендаций заключается в том что тематическое исследование говорит о необходимости усиления партнерства трансграничного и есть целый ряд других рекомендаций таких как например обновление предварительного списка также при придание должного внимания потенциальным сайтам с целью реализации основных условий положений конвенции и международных договоров а также наращивание потенциала это именно то чем мы будем заниматься сегодня и еще одним из способов работы с объектами всемирного наследия это конечно же изучение имеющегося законодательства и несколько лет назад мы провели анализ и третье уже издание нашего издания которое называется взгляд на охрану объектов всемирного наследия уже был опубликован и вот теперь вы видите самое последнее издание по трем сайтам центральной азии вы здесь можете увидеть что в соответствии с аутлуком всемирного наследия есть сайты которые требуют больше внимания есть сайты которые находятся в достаточно хорошем состоянии кроме того совместно с IUCN мы также подготовили те возможности которые имеются в сотрудничестве то есть это поддержка трансграничного сотрудничества также у нас есть а так называемый зеленый список защищенных и сохраненных зон и кроме того мы также говорим о на туризме и возможности посещения таджикских гор и памира а также есть работа регионального комитета по проблемам западного теньшани которые мы подготовили совместно с узбекистаном казахстаном и также который мы занесли в глобальный реестр и таким образом заключением им как я уже говорил есть конечно огромный потенциал нам это хорошо известно и тематическое исследование также это подтверждает и мы конечно же смотрели на природные объекты всемирного наследия но конечно же я прекрасно понимаю что есть еще и культурные объекты всемирного наследия в центральной азии которые пока еще не были полностью признаны идентифицированы и также которые стали уже составной частью процесса объекта всемирного наследия есть так называемый предварительный список и есть координированный подход когда вы посмотрите и проанализируете и проконсультируетесь с экспертами этот предварительный список точно так же мы будем с радостью поддерживать вас в этой работе особенно по трансграничному сотрудничеству который является очень важным для центральной азии это действительно то тот процесс который мы готовы с вами поддерживать и конечно же аюсен имеет огромный опыт в этой области и конечно же если говорить о консультативных советах мы должны действительно предпринимать с координированные меры по этому процессу в центральной азии я хотел бы на этом остановиться и поблагодарить вас за ваше внимание и конечно же рад буду ответить на любые из ваших вопросов спасибо большое поскольку уже начали вопросы приходить я предлагаю сначала дать возможность выступить всем нашим участникам а потом я буду задавать им вопросы и поэтому у нас сейчас второй из выступающей в очереди это господин ричард макай поставляющий комос спасибо с удовольствием хочу с вами поговорить сейчас я нахожусь в австралии сегодня хотел бы поговорить о планировании управления объектами всемирного наследия и давайте рассмотрим с вами не только принципы но и процессы которые с этим связаны и хотел бы начать с того что хочу напомнить всем участникам что обязательства по планированию управления объектами всемирного наследия на самом деле является частью и происходит из четвертой статьи конвенции по всемирному наследию которая говорит о том что необходимо защищать консервировать и сохранять такие ценности интегрировать защиту в всеобъемлющее планирование также информировать сообщества о состоянии а также принимать научные технические юридические финансовые административные меры которые касаются должных административных мер управления объектами всемирного наследия я также хотел бы особенно подчеркнуть что выдающиеся универсальная ценность это снова которая лежит который является фундаментом универсальных ценностей и объектов центрального наследия и нужно сказать что такие выдающиеся универсальные ценности также являются являются ретроспективными и это не просто критерии потому что очень многие кто занимаются объектами всемирными наследия всемирным наследием всегда концентрирует свое внимание только на критериях но на самом деле такие выдающиеся универсальные ценности имеют три ключевых элемента которые как вы видите слева в левой части слайда прежде всего это критерии когда которым объекта всемирного наследия должен соответствовать а также это их целостность а также аутентичности наконец третье это защита и управление и управление объектами конечно несет себя основную цель сохранения консервации и передачи выдающейся универсальной ценности это может быть сделано разными способами один из основных методов моей презентации состоит в том что нет одного конкретного рецепта для подготовки плана управления или реализации механизмов управления объектами на мировом наследии то есть все это зависит от самих объектов от сущности и ценности вопросов которые должны решаться и все три консультативных органов они опубликовали специализированные онлайн и руководство которые оказывают помощь процессе управления специальность и принципы управления и процессы которые используются в документе который изначально был разработан в австралии но используется в широком масштабе взять сказать и онском регионе называется чартер буро и имеет четыре основных фазы в управлении культурой мирового наследия первое оценивается ценность попытка понять почему это то или иное место является важным второе Выявление вопросов. Третье – разработка политики. И четвертое – сам процесс управления. И это вот такая четкая логика понимания стоимости выявления вопросов, разработка политики или подходов, и механизмы управления. Все это сохраняет ценность, консервирует ценность. Все это поддерживает очень хорошие планы по управлению объектом мирового наследия во всем мире. Еще один подход. То есть, виртуально будем посещать объект мирового наследия Рамко. Один из процессов, который использовался в подготовке специализированного плана Анкорбата. То есть, культура представлена на местном языке. Камил. И логика достаточно аналогична. Шаг номер один – определение территории. Второе – определение видения для управления. Второе – анализ заинтересованных сторон. Обзор существующей информации. Пять – важная фаза ценности и наследия. Шесть – выявление вопросов. Семь – анализ вопросов. Семь – подготовка основных задач и стратегий, политических рамок. Девять – планы действий. И десять – касаются процесса реализации и ответственности мониторинга, оценки и обзора. Итак, с точки зрения управления объектами мирового наследия, почему и для чего это делается? В оставшейся части презентации я в основном буду смотреть на семь основных этапов верхней части экрана. Зачем нам необходим план управления объектами мирового наследия? Что должен делать такой план? Что должен содержать подобный план? Кто должен быть вовлечен в процесс? Каков процесс подготовки этого плана? Какой срок необходим? Как реализовывать данный план? И далее очень кратко в конце презентации мы рассмотрим несколько примеров. В частности, Ангарбатес, Камбоджи. Также объект Лура Катачута – это смешанный священный объект для местных племен. Также пещерный комплекс Джин Нолан и Луна Парк – исторический парк развлечений. Почему нам нужны планы управления для объектов мирового наследия? Кроме обязательств в рамках конвенции по мировому наследию и различных руководств, планы управления очень важны для того, чтобы понимать, куда мы двигаемся, для того, чтобы двигать процесс принятия решений. Очень важно способствовать защите выдающейся ценности данных объектов, сохранять ее. Важно решать вопросы, предотвращать конфликты. Очень важно координировать и объединять заинтересованные стороны. И, как многие из вас, кто управляет подобными объектами, также очень важно приоритизировать распределение ресурсов. Что же должен делать подобный план управления? План управления, он выполняет две основные функции. Во-первых, это и инструмент для управления, для помощи управленцам, и ресурс для информирования менеджеров, для управленцев и других заинтересованных сторон о процессах. Он предоставляет ценную информацию, обеспечивает направляющие руководство. Конечно, он должен обеспечивать баланс между предоставлением ценной информации и предоставлением четкого руководства к действию. Это может быть руководство для тех, кто непосредственно отвечает за сам объект, или для тех, кто вовлечен в процессы, которые могут влиять на объект. То есть это очень важно для регуляторов, для управленцев на месте, государственных органов, тех, кто управляет объектом, кто регулирует, и потенциальных разработчиков. Разработчики могут находиться рядом с объектом и могут влиять на ее развитие. План управления – это основа для успешного управления, и он должен определять реалистичные действия, которые соответствуют культурной среде, политической среде, природной среде. Итак, что же должен содержать подобный план? Здесь приводится четыре ключевых элемента, и вы увидите, что они аналогичны некоторым принципам и шагам процесса. Первое. План управления должен содержать вступление, должен содержать достаточную информацию для понятия сути объекта, описания, карты, информацию об истории, состоянии консервации, процесс управления. План управления должен иметь четкое понимание значимости объекта. В случае, если это объекты мирового наследия, то есть это выдающаяся универсальная ценность. И также основные атрибуты данного объекта, которые помогают способствовать такой выдающейся универсальной ценности. План управления дальше должен включать в себя анализ текущей ситуации, ключевые вопросы, угрозы и возможности. Также можно видеть, что у нас есть четкое понимание ценности объекта, понимание основных вопросов. И далее операционный план должен включать в себя основные задачи, направляющие принципы, то есть процесс, подходы, правила подхода к управлению объектом, а также некий план действий с соответствующим распределением ответственности, чтобы было ясно, кто и что сделает, и кто будет за это отвечать. Следующий вопрос, кто же должен быть вовлечен в данный процесс? И здесь основной момент, например, для объектов мирового культурного наследия, это инклюзивный процесс. Он должен вовлекать людей с интересом в самом объекте. Это должно включать в себя лица ответственно за принятие решения, регуляторов, также управленцев и других, кто отвечает за работу на местах. И их должны информировать специалисты, советники, фасилитаторы. Очень важно, чтобы это был инклюзивный процесс, чтобы заинтересованные стороны могли бы вносить вклад и могли бы быть всячески вовлечены в процесс. Итак, кто же должен быть вовлечен в процесс? Есть очень интересная цитата. План управления не подписывается одним автором. Он отображает коллективное усилие самых разных людей, связанных с самим объектом. То есть, это эти люди заинтересованные стороны. И здесь приводится список, кто может, кого могут включать эти заинтересованные стороны. То есть, назначены управленцы объекта, люди, как вы, соответствующие местные органы власти или государства, местные сообщества, потенциальные разработчики объекта, ученые, историки, антропологи, пользователи объекта, посетители, туристы, туроператоры. Если лист, то список должен быть расширенным и отображать конкретные обстоятельства того или иного объекта мирового наследия. Очень важно понимать, что процесс для управления объектами на объектах мирового наследия, он такой случайный, а не линейный, как процесс, который я описал на бумаге. Очень важно, что находится в центре этого экрана, оценивать ценность, выявлять вопросы, разрабатывать политику и управлять объектом. Но это достаточно необычно, чтобы это происходило бы в таком приятном и четком порядке, как показано в списке. Что происходит наиболее часто? Как правило, происходит некий интерактивный процесс, который включает в себя скачки вперед-назад, вперед-назад, когда ценность становится очевидной, потому что люди реагируют на вопросы. Решения об управлении, они будут информироваться распределением ресурсов и приоритетами, что, в свою очередь, может привести к выявлению новых потребностей в политике. Поэтому очень важно понимать, что в подготовке плана управления процесс и последующие шаги, они должны происходить в четком порядке, полагаясь друг на друга, вытекая друг из друга. Процесс должен быть повторяющимся, и разные шаги будут информировать, и возвращаться назад, перекатываться на другие шаги процесса. Вопрос, который очень часто задается, сколько же времени требуется на подготовку плана управления? Для объектов мирового наследия, по моему опыту, в зависимости от сущности и сложности объекта, план управления, как правило, его разработка занимает от шести месяцев до нескольких лет. И шесть месяцев даже для простого объекта, такого как отдельное здание. Это достаточно разумный период, потому что время, которое требуется для консультации со всеми сторонами, консультации с государством, утверждение черного варианта, подготовка всех шагов, которые нужно, чтобы ценность сохранялась, а вопросы решались. Очень часто возникают конфликты, конфликтующие точки зрения, которые необходимо разрешать между заинтересованными сторонами. Это также занимает время. Также очень важно проводить постоянные обзоры плана управления. И это должно происходить каждые пять лет. Или, если обстоятельства меняются, и конечный момент достаточно важен. План управления никогда не бывает идеальным. Даже если он идеален, все равно лучше адаптировать его, использовать и постоянно менять. Потому что существует слишком большое количество объектов, которые входят в список мирового наследия, где планы были в подготовке. Более десятилетия шел процесс разработки этих планов. Это слишком долго. Лучше доработать план быстро, направить план в центр мирового наследия, реализовывать его, и потом постоянно менять или улучшать. Процесс реализации достаточно важный шаг. Он не просто достаточно подготовить документ, или чтобы он просто лежал на полке. Документ должен быть принят, утвержден, не только соответствующими национальными органами власти, но и также комитетом по мировому наследию. Принятый план далее должен быть распространен среди заинтересованных сторон, длится ответственность за принятие решения, и необходимо запланировать действия по реализации. Выделить бюджеты, ресурсы. Конечно, очень важно приоритизировать, а также готовить регулярные отчеты. Конечно, это происходит на местном уровне и на международном уровне через периодическую отчетность в рамках конвенции и также отчетов о состоянии объектов консервации. Очень важно проводить мониторинг прогресса. В конечном итоге использовать результаты данного мониторинга, для оценки и пересмотра самого плана. Мониторинг и оценка, следовательно, также очень важные шаги процесса. Есть очень замечательный инструмент, который измеряет и оценивает эффективность управления объектами мирового наследия. Он публикуется IUCN, переводится как «Улучшение нашего наследия». То есть, здесь как на обложке написано «Объекты мирового наследия», но на самом деле это методология, которая работает очень хорошо также для смешанных объектов, а также масштабных объектов мирового культурного наследия. В частности, те, которые представляют какие-то природные ландшафты или, скажем, какие-то более широкие структуры. То, о чем я говорил в ходе остатка презентации, содержание самого плана управления, хотел бы показать вам краткие примеры четырех разных планов управления, которые иллюстрируют самые разные аспекты тех моментов, которые я отмечал. Первый из них – это Ангур, Камбоджа. И это своеобразный пример плана управления в контексте, то есть это в масштабе 400 квадратных километров разных объектов, семь разных монументов, четыре миллиона посетителей каждый год. То есть это целый природный ландшафт. Ангур управляется в рамках специализированных рамок управления, которые базируются на выявлении ценности, выявлении вопросов, вовлечении взаимодействия с людьми и также на основании согласованного набора принципов. То есть это обеспечивает рамки для сохранения объектов мировой ценности, также обеспечивает улучшение управления через развитие потенциала, инклюзивный процесс для местного населения, эффективное управление туризмом, интегрированное управление риском, тестирование демонстрации в ходе подготовки рамок различных пилотных проектов. И фундаментально, фундаментально относительно этих рамок этого гигантского объекта сотнями памятников, это признание и консервация ценностей. Понимание, что консервация объекта Ангур требуется защиты ценностей. Конечно, это может быть мировое наследие, выдающаяся универсальная ценность, но есть и другие ценности. Природная ценность, гидравлика, нематериальная, духовная. Конечно, очень важно для объектов массового туризма, то есть управление туризмом и управление наследием, они должны иметь согласовательный набор ценностей, потому что должен быть устойчивый подход и согласование ценностей, которые необходимо сохранить. Второй основной момент, то есть были согласованы ценности в ходе Ангура, то есть выявление и реагирование на вопросы. И вопросы сложные. Слишком большое воздействие от посещения туристов и посетителей. Также есть вопросы, сложные вопросы гидрологии и экологии. И сотни тысяч людей проживают в районе объектов мирового наследия. Конечно, есть также потребности в человеческих ресурсах для управления. Есть множество органов, где работа которых координируется. И есть целый широкий набор экологических, социальных и других управленческих рисков. И что является очень интересным касательно данных рамок, в этом контексте, были люди, которые были вовлечены в процесс планирования. Процесс фокусирован как раз таки на людях. Во-первых, 100 тысяч человек местного населения, которые проживают поблизости, туроператоры, они были проинформированы в ценностях, выявлении ценностей и процессе управления. Все это в итоге привело к целой серии принципов для руководства, для управления, которые очень кратко сформулированы на экране. Анкора имеет выдающуюся универсальную ценность. Ответственность за консервацию разделяется государственными органами, ЮНЕСКО и другими заинтересованными сторонами. Использование земельных угодий и туризм должны быть устойчивыми, контролироваться, чтобы объекты можно было бы консервировать. Социально-культурное разнообразие местных сообществ вносит вклад в выдающуюся универсальную ценность, а также постоянно продолжающуюся сотрудничество. Такое комплексное соглашение о принципах управления, которые решают вопросы, сохраняет ценность. И далее политика. И 10 основных элементов политики с большим количеством подполитик. Они представлены в рамках иерархии с заголовками по каждому набору политики, то есть, например, экологическая консервация. По каждому из этих разделов имеется широкий набор подполитик и серьезная информация в отношении того, каким образом тот или иной объект будет управляться с точки зрения выявленных тем вот этой политики. Все это вместе сводится в одни рамки. И рамки, во-первых, на блок схеме справа показана логика и методология, видение принципа в голубых блоках, естественные культурные и природные ценности, контекст постоянных операционных деятельностей, стратегический подход, политика по консервации управления, реализация политики, рекомендации. Я не буду говорить про все, что указано на объекте, кроме других объектов, таких как туристические планы управления, корректирование рисков, то есть для вопросов управления на объекте. Но хотел бы взять часть реализации данного плана и просто отметить, каким образом все это представлено. Для каждого из действий по реализации есть специализированная программа четыре программы, консервация мирового наследия, жизнь в местных сообществах, устойчивый туризм, управление и местный потенциал. Они основываются на соответствующих элементах политики. Далее для каждой из этих программ имеется целая серия приоритетных проектов. Каждый проект представлен в своем прямоугольнике. То есть есть проект по подготовке устава Анкора. Местное сообщество, есть специализированная программа по работе с местным сообществом, устойчивый туризм и есть план управления туризмом. Основной смысл этого, что политика реализуется через конкретные действия по реализации, которые имеют соответствующие сроки, имеют бюджетное распределение, бюджетное ассигнование. Есть люди, которые непосредственно отвечают за их реализацию. И это достаточно успешный проект. Второе из моих четырех примеров – это, естественно, ландшафт, пещерный комплекс Дженолан, который находится в Великих Голубых Горах в Австралии. Это подземный набор пещер. И это одна из самых старых систем открытых пещер, которые представляют собой абсолютно прекрасные формации, и, конечно же, сталкиваются с различными проблемами, которые связаны с посещением туристов. И, конечно же, один из самых вопросов – каким образом предотвратить нарушение этих пещер, а также их повреждения в результате визитов, и каким образом обеспечить их безопасность. И именно это обеспечивается благодаря программе мониторинга, когда мы обеспечиваем постоянный мониторинг, когда мы собираем информацию, например, о кислотности, а также содержании влажности, росту фауны, а также собираем социальные данные относительно визитов туристов, насколько комфортно или некомфортно они себя чувствовали, слишком ли много было людей, собирались ли очереди. И таким образом мы делаем такие замеры постоянно, непрерывно. То есть вот здесь вы видите небольшой детектор, который собирает информацию о наличии опасных газов, которые скапливаются в пещере, а также мы замеряем качество воды. И с правой стороны вы видите сталактиты, а также с левой стороны вы видите, мы собираем информацию об эрозии почвы, и вся эта информация является индикаторами того, насколько удовлетворены посетители визитами в эти пещеры. И кроме того, вы видите, есть таблица, при помощи которой мы устанавливаем связи между мониторингом и теми решениями, которые мы принимаем по управлению. Например, можем ли мы коррелировать эрозию с визитами туристов, насколько это увязывается с визитами туристов, или же это увязывается с какими-то другими климатическими явлениями. И важность этой системы заключается в том, что имеется прямая связь между ежедневным управлением сайтов, а также его мониторингом и тем планом по управлению, который мы составляем. И с левой стороны вы видите то, что по сути является огромной доверью, и мониторинг этого конкретного объекта в пещере заключается в том, что когда у нас огромное количество посетителей собирается, то уровень СО2 в пещере увеличивается, тогда как содержание кислорода сокращается. И мы знаем, что очень важно тогда закрывать на несколько дней доступ к этой пещере, для того, чтобы состояние воздуха, состав воздуха мог восстановиться. Таким образом, это напрямую связано с содержанием СО2, который связан с данными, которые мы получаем из наших усилий по мониторингу. И, наконец, моим третьим примером, который также из Австралии, это Кататшута. Это смешанный сайт, который представляет собой объект как культурного наследия, так и природного наследия. И когда я об этом говорю, то, конечно же, этот объект является очень важным для одного из наших племен, Ангу, который тогда, как очень многие воспринимают эту гору просто как монолит. Но в любом случае, это очень важный сайт, который имеет традиционных владельцев. Это аборигены, которые в течение тысяч различных поколений заботились об этом объекте. Поэтому, когда европейцы посещают этот объект, они просто смотрят на него как на объект культуры или природы. Тогда как местное население воспринимает его как объект культуры, потому что вы видите часть культурной истории, которая отображает различных животных. Вы видите с левой стороны змею. И каждый человек видит свои собственные истории, которые другие люди не замечают об этом месте и его ценности. И здесь я просто хотел сказать, что когда мы подготавливаем план по управлению этим местом, то мы подготавливали его не в офисе. Мы его подготавливали непосредственно недалеко от этого сайта. И делали мы это в коллаборации с традиционными владельцами, для которых это место было очень важным. И когда мы представили этот план, мы его представили не просто как письменный документ, но и как в таком формате, который был доступным для людей, для аборигенов, для того, чтобы они могли также поделиться не только своей историей, но и своими требованиями с традиционными участниками, для которых это место является очень важным. Таким образом, вот вы видите, как мы представляли этот план управления этим объектом природного и культурного наследия. И здесь вы видите внизу, слева, также процесс управления трафиком, а также некоторые туристические виды деятельности с правой стороны, а посередине вы видите деятельность, виды деятельности традиционных собственников этого сайта. И, наконец, хотел бы также посмотреть на парк развлечений в Сидней. И здесь необходимо отметить, что любой план по управлению должен быть кастомизирован, адаптирован, потому что он должен обязательно учитывать те вопросы, которые мы выявили, а также все это должно увязываться с природой и условиями эксплуатации того или иного объекта. Это всегда будут разные обстоятельства. Это развлекательный парк, который был построен в Сидней, в самом центре гавани. И нужно сказать, что это очень интересная архитектура, которая имеет очень высокую социальную важность. И, конечно же, его достаточно сложно реконструировать, адаптировать и использовать. Вы видите, на тот момент, когда был этот развлекательный парк построен, он выглядел именно так, но сейчас он выглядит примерно так же. Но нужно сказать, что мы материалы используем другие, что является нетрадиционным, необычным подходом к объектам культурного наследия. И что здесь было необычного? Потому что если мы возьмем общую логику, о которой я говорил раньше, здесь вы видите суммарно на экране процесс подготовки этого плана управления, который включал в себя. И это левая, вторая колонка, колонка задач. То есть мы должны были понять само это место, мы также должны были оценить его значимость, а также проблемы, которые имеются и политики, и, наконец, подготовить план реализации. И, например, таких вещей, как, например, недовольные местные резиденты, жители, а также это может быть коллекция детей в Сиднее. И если говорить о самом плане управления, по сути дела он включает в себя абсолютно все. И исторический анализ, введение, а также его текстура, археологическую оценку, оценку значимости с точки зрения наследия, а также контекста получения одобрений, возможностей и ограничения, а также политика по управлению. И здесь вы видите, если мы будем говорить о содержании самой политики, то есть такие вещи, которые не всегда появляются в политике, как, например, движимое наследие, или же, например, обучение тех людей, которые приветствуют посетителей на объекте. И один из устройств, которые мы используем, это те элементы, которые мы выделяем, и это цветовая кодировка, которую мы используем, это красный цвет, который обозначает наиболее важный аспект этого объекта. Это очень важный и очень полезный инструмент, потому что он показывает нам, где меры вмешательства необходимо применять, а где их нужно избегать. И кроме того, есть также анализ использования, когда мы пытаемся понять, какие элементы этого сайта являются наиболее функциональными. И это очень важно, потому что это будет нам давать представление о том, какие зоны необходимо развивать, а какие нельзя дальше развивать, поскольку они будут мешать общему виду. И кроме того, есть и археологические признаки, которые должны содержать в себе четкую ясность в требованиях и процедурах, когда вы должны четко понимать, где именно вы должны работать совместно с археологами, особенно если где-то вы будете земляные работы проводить. И кроме того, есть также эстетический компонент, и мы всегда должны понять о том, что мы должны сохранять его исторический вид, его историческую самобытность. И поэтому для каждого конкретного элемента, для каждого здания всегда имеется обобщенная политика, и вы видите с левой стороны внизу перечень тех действий, которые вы должны выполнять, и перечень тех действий, которые вы не должны выполнять. И, конечно же, это обязательно, этот документ является очень важным и очень хорошо помогает именно тем, кто непосредственно работает на объекте. Поэтому таким является планирование по управлению объектами всемирного наследия. Спасибо вам большое за ваше внимание. Буду счастлив ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. У нас сейчас будет третье выступление представителя третьего консультативного органа по конвенции всемирного наследия. Это госпожа Сара Корт, представляющая Кром. Пожалуйста, Сара, вам слово. Добрый день, всем. Для меня это огромное удовольствие сегодня поговорить с вами, особенно после презентации Ричарда по управлению объектами всемирного наследия. Мы сейчас посмотрим на несколько иной аспект, на оценку воздействия, который также связан с управлением. И я думаю, что в конце моей презентации вы поймете, насколько эти два вида деятельности имеют общую основу. И, возможно, разница, о которой мы сегодня поговорим. Как Ричард говорил, управление объектами основано на проактивном, на активном подходе. Но всегда возникают какие-то новые предложения или проблемы, которые являются неожиданными. И именно оценка воздействия направлена на то, чтобы оценить, насколько это подействует и каким образом это подействует на объект всемирного наследия. Я хочу поделиться с вами своим экраном. И я начну эту тему, а затем Мизука также. Я буду говорить в основном о принципах, о теоретических основах, и затем она перейдет к конкретным кейсам, к конкретным примерам для того, чтобы дополнить первую часть презентации. Таким образом, я сейчас хотела бы поговорить о том, что в этом году вы, скорее всего, будете работать с этим документом, который буквально через месяц будет уже опубликован и КОМОС. И я уверена, что он будет размещен на нашем веб-сайте, и вы сможете его скачать. Но сейчас я хотела бы показать вам краткое содержание этого документа. Таким образом, давайте начнем с определения оценки воздействия, потому что все люди, кто работают с объектами всемирного наследия, понимают, что это новый вид деятельности. И есть Международная ассоциация по оценке воздействия, которая определяет это действие как процесс с идентификации будущих последствий. То есть, если проще выразиться, это необходимость подумать, прежде чем что-то сделать. Потому что очень часто с объектами всемирного наследия происходят какие-то вещи без предварительного обсуждения и размышления между нами. И поэтому очень часто оценка воздействия, по сути дела, является способом облегчить вашу жизнь. И нужно сказать, что оценка воздействия также имеет два положительных момента. Одно из них заключается в том, что если мы это время используем для того, чтобы обдумать какую-то очень обоснованную методологию, тогда мы можем улучшить предложения, которые поступают в адрес объектов всемирного наследия. И мы можем ответить на вопрос о том, насколько это предложение совместимо с объектом всемирного наследия, да или нет. Таким образом, мы помогаем вам, как менеджерам, когда вы оказываетесь в какой-то сложной ситуации, которые возникают в последнее время все чаще и чаще, тогда вы сможете из этой сложной ситуации выбраться достойно. И вы можете облегчить свой процесс планирования. Потому что абсолютно все, что касается всемирного наследия, вы помните, что когда конвенция появилась, было очень много опасений, которое было связано с строительством дамбы в Египте. И это ситуации, которые на сегодняшний день очень часто возникают. И здесь речь идет о изменении проектов застройки, которые могут повлиять на объекты всемирного наследия, и об этом нужно думать заранее. Поэтому это, по сути дела, является сердцем конвенции по всемирному наследию. Когда одна из заинтересованных сторон присоединяется к конвенции, то автоматически берет на себя обязательство защищать объекты всемирного наследия. И мы знаем, что наследие, которое находится в контексте увеличивающегося давления на объекты всемирного наследия, является постоянной и устойчивой тенденцией. Поэтому таким образом объекты всемирного наследия в разных странах мира сталкиваются с огромным количеством трудностей по консервации и такие большие проблемы. Если вы считаете, что они типичны только для вас, то должно вас заверить, что вы не одиноки в этой проблеме. И я думаю, что если мы признаем, что это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся на каждом континенте, то необходимо принимать глобальные усилия для решения этих проблем. Тогда эти предложения будут полезными. И оценка воздействия таким образом стала одним из очень полезным инструментов для того, чтобы решать подобного рода проблемы. Это только презентация различных проектов по оценке воздействия, которые комитет объекта всемирного наследия провел. То есть это могут быть и экологическое воздействие. Вы можете себе представить ситуацию глобальную, которая, конечно же, имеет место в гораздо больших масштабах, чем только в отношении одного объекта культурного или всемирного наследия. И таким образом, одной из проблем является устойчивое развитие. Благодаря политике, принятой в 2015 году, когда мы управляем объектами всемирного наследия, одновременно мы должны обеспечивать устойчивое развитие. С одной стороны, это может усложнить нам жизнь. Но я думаю, что нам необходимо понимать устойчивое развитие в таких терминах, которые отражены на данном графике. Потому что мы пытаемся здесь проиллюстрировать, что когда имеет место какое-то развитие, то оно может быть устойчивым, когда какие-то экономические цели, которые мы рассматриваем в контексте развития общества и в контексте нашего природного наследия. Вы не можете достичь одной цели, не принимая во внимание другие цели. Поэтому, когда мы говорим об устойчивом развитии в данном контексте, то совершенно очевидно должно быть, что мы не только поддерживаем развитие, и, может быть, некоторые проблемы, которые являются приемлемыми для объекта всемирного наследия. Нет, мы, если хотим получить процветание в мире, мы должны защищать и охранять объекты культурного наследия и в то же время обеспечивать развитие общества. И, таким образом, оценка воздействия, опять же, если мы вернемся к тому определению, которое я дала вам в самом начале, то мы должны сказать, что одновременно мы признаем, что на сегодняшний день это помогает нам удовлетворить потребности сегодняшнего дня и найти компромисс с возможностями для будущих поколений. Таким образом, это, наверное, один из первых документов по устойчивому развитию, который описывает этот процесс. И поэтому, если мы делаем такую оценку воздействия хорошо, как мы это предлагаем вам сделать сегодня, когда это дает возможность нашему обществу развиваться на благо нашего общества, одновременно защищая и охраняя объекты всемирного наследия, но и в то же время достигая основные цели устойчивого развития. Конечно, это достаточно сложная задача, но я думаю, это может вас убедить в данной презентации. Также очень важно отметить, что есть целая семья, система оценки воздействия. Как правило, в контексте мирового наследия, это оценка воздействия на мировое наследие, фокусируется на объектах наследия, но также имеется большое количество других видов, которые, возможно, будут очень полезными для вашей информации. То есть здесь вот основные представлены на экране стратегическая оценка окружающей среды. Например, когда правительство, региональные органы власти, центральные органы власти разрабатывают какие-то планы или политику, то мы можем их оценивать и удостовериться, что все это будет хорошо работать относительно объектов наследия. Большинство из ваших стран имеет также оценку экологического воздействия. Это достаточно общий инструмент оценки экологического воздействия. 96% мира имеет подобные элементы в своем законодательстве. Это очень полезные элементы для специалистов мирового наследия, чтобы с ними работать. И то есть предлагаются конкретные действия. Если есть некий проект или что-то в качестве, например, проект строительства автодороги, промышленный проект, проект строительства жилого комплекса, все эти элементы можно оценивать с точки зрения наследия. Если это проект, в котором используется оценка экологического и социального воздействия, они должны существовать за пределами мира, мирового наследия. То есть, однако, полезно знать эту информацию, потому что специалисты управлены с объектами мирового наследия. Если мы будем частью команды, которая работает над этим, у нас есть гораздо более оптимальные шансы на то, чтобы включить мировые наследия в эти механизмы защиты. Однако существует ситуация, когда подобные национальные процессы, они не всегда признают оценку на мировое наследие. В частности, есть или предлагаются такие проекты. То есть, например, масштаб проекта недостаточно велик, чтобы оценивать воздействие на мировое наследие. То есть, государство должно проводить собственную оценку воздействия. И здесь можно видеть в двух случаях, в двух заявлениях, когда новое предложение рассматривается по мировому наследию, то, как правило, запрашивается, чтобы такие объекты мирового наследия уведомлялись заранее, потому что, чтобы начинать разговор с государственными органами заранее, чтобы оценка происходила, если это необходимо. И как раз таки это те процессы, на которых мы делаем особый акцент. Если мы видим в рамках этих процессов, например, оценка точности проекта, это вот концепция, что запланировано, что строится конкретно, как это будет работать в реальном мире. Если мы начинаем процесс оценки, то мы видим, что на самом раннем этапе у нас есть способность повлиять на эти процессы, чтобы в процессе планирования учитывались эти моменты. Действительно необходимо обсуждать эти вопросы вместе со странами и вести диалог по вопросу мирового наследия на самом раннем этапе, то есть до того, чтобы оценка происходила в соответствующий момент времени, а не оказываться в ситуации, когда уже объект построен, и это вызывает ущерб объекту даже до того, как мы успели все это обсудить или оценить. Также мы задаемся вопросом, когда проводится оценка воздействия. Действительно должен быть особый акцент на том, что делает этот объект наследия особенным, то есть выдающаяся универсальная ценность, как я упоминал ранее, оценки экологического воздействия уже проводятся во многих странах по многу-многу лет. И комитет мирового наследия, конечно, не подает особого значения подобным подходом, потому что есть существующие оценки, которые не совсем понимают важность мирового наследия. То есть специалисты мирового наследия не всегда участвуют в подобных оценках, то есть необходимо проводить оценку именно с пониманием выдающейся универсальной ценности объектов, что они собой представляют. Все это сводится к заявлению о выдающейся универсальной ценности, которая относится к вашим объектам. Использовать это, анализировать это для того, чтобы лучше коммуницировать данную информацию. Есть подробная информация, если необходимо, если бы у нас, скажем, был недельный курс по оценке воздействия, а у нас сегодня меньше часа, поэтому данные подробности мы оставим их, так сказать, на следующий раз. Также очень важно, чтобы независимые команды специалистов проводили подобную оценку, необходимо привлекать именно нужных специалистов. Очень часто команда специалистов самого объектов не всегда достаточна или адекватна. Например, оценки экологического воздействия проводились на объекте, когда должны были присутствовать другие специалисты, внешние специалисты для того, чтобы... Например, в случае Вилла Адриана в Италии был юрист с опытом государственного управления, который смог найти решение. В случае объекта Гол на Шри-Ланке, крепость, то есть там старый город Гол, то есть должны быть эксперты со знаниями объектов укреплений. То есть, конечно, должны быть специалисты, то есть необходимо иметь баланс, то есть должны быть люди, понимающие мировое наследие, также должны быть эксперты по основным сферам. Также необходимо, конечно, обеспечивать, так как мы понимаем процесс мирового наследия, есть фокус на местных сообществах, когда мы находим заинтересованные стороны, они должны участвовать особым образом. Фактически это ключевой момент для обеспечения того, чтобы представители, в которых в чьих руках находятся права, чтобы они участвовали, и чтобы была полная прозрачность в процессе оценки. Оценка воздействия также определенная возможность для того, чтобы задать достаточно базовые вопросы, насущные вопросы, которые, как правило, не всегда учитываются. Например, очень часто оказывается, что проект предложен, и кажется, что это замечательная идея для людей, которые это предлагают, но, возможно, не было логической серии проверок по данному предложению. То есть очень простые вопросы, такие как данный проект, он действительно необходим или можно выполнить эти задачи при использовании несколько другого решения. Если мы приняли решение, что это надо делать, есть ли другой способ реализации проекта, нужно ли его перенести в другое место. Если проект, как мы решили, должен двигаться вперед, реализовываться, то нужно решать по поводу форм, в которой он будет иметь место. Все это достаточно актуальные вопросы, которые будут проиллюстрированы в дальнейшей презентации Мазуки Ричард. Но мы обнаружили, что достаточно серьезные, очень простые вопросы вызывают очень сложные проблемы. Конечно, есть определенная помощь, которую мы получаем в ходе решения вопросов. Оценка воздействия, как только вы поймете, если будет негативное воздействие для того, чтобы избежать подобного объекта, такое воздействие. В некоторых случаях может быть негативное воздействие. Необходимо его либо избегать, либо минимизировать, то, чтобы проблема не представляла собой проблему. Также, конечно, необходимо улучшать положительное воздействие. Если, скажем, есть проект, который предлагается, который находится рядом с объектом мирового наследия или неподалеку от него, необходимо требовать лучшую практику работы. Это обеспечение того, чтобы все положительные выгоды, которые мы получаем. Чтобы все это также было востребовано, чтобы проект был на максимальном уровне качества. В некоторых случаях те, кто желают проверить, насколько проект вообще необходим, нужен ли он вообще, есть ли необходимость, чтобы избегать воздействия на объекты мирового наследия. То есть есть вариант в том, чтобы вообще не реализовывать проект. Привожу пример здесь. Это государство Италия, то есть правительство Италия отреагировало на оценку воздействия, которая продемонстрировала негативное воздействие. Министерство культуры решило, что это было достаточно для того, чтобы просто отказаться от реализации проектов. Они не хотели, чтобы была угроза объекта мирового наследия. Это как раз таки окончательное, так сказать, конечное решение. В большинстве случаев оценка воздействия может оказывать помощь, например, для того, чтобы, так сказать, редактировать проект, для того, чтобы негативные воздействия были устранены. Или если это невозможно, то в конечном итоге ответственность за объекты мирового наследия, она должна приводить к подобного рода значительным решениям. Оценка воздействия также очень часто. Мы обнаружим, что все это фокусируется на отдельном проекте, например, проект строительства новой дороги или новый энергетический проект. Но необходимо помнить, что объекты мирового наследия, они не находятся в изоляции. Может быть, что один энергопроект окажет воздействие, он будет одним из первых среди многих других. Один энергетический проект не вызовет большой объем серьезного воздействия. Но вместе, коллективно, целый ряд подобных проектов действительно могут иметь значительное негативное воздействие. Или, возможно, мы окажемся в ситуации, когда будут несколько разные проекты, каждый из которых сам по себе в изоляции, находясь в непосредственной близости от объекта мирового наследия, не создаст проблем. Но не нужно быть слишком простыми в наших подходах. Вы работаете на объектах мирового наследия, вы знаете сложность, понимаете сложность ситуации, в которой вы находитесь. Вам необходимо разрабатывать вот это высокое уровнее понимание воздействия на объект, который вы охраняете. Например, примеры, оценка воздействия иногда, есть специализированные отчеты по реализации проектов теории. Например, проекты строительства портов, они просто происходят на... то есть это просто строительство инфраструктуры для того, чтобы корабль зашел в порт. Но если это круизный лайнер, который зашел в этот морской порт, это не только физическая инфраструктура, которая может представлять собой проблему, это может быть и проблема использования. Вот пример Венеции, где есть большое количество противоречий касательно круизных лайнеров. Люди сходят с этих круизных лайнеров в таких гигантских количествах, что город просто тонет от наплыва туристов, задыхается. То есть это не только физическая инфраструктура, которая должна оцениваться, также требуются все остальные элементы, все остальное использование. То есть в точности, что же конкретно произойдет, необходимо описывать будущую ситуацию. Необходимо понимать всю сложность, которая будет происходить с развитием этих новых проектов. И здесь, на этой диаграмме, не нужно понимать все это очень глубоко, хотя это путаница и на английском языке. То есть это должен быть процесс оценки воздействия. Если кто-то заинтересован в этой тематике, можно поучаствовать в одном из курсов, которые организовываются консультативными органами. И то есть, чтобы вы понимали процесс, что уже происходит в процессе вот этого оценки воздействия. Просто для того, чтобы вы понимали, достаточно легко сказать, что нужно пройти шаги 1, 2, 3, 4, 5 в правильном порядке. И это достаточно легкий способ для того, чтобы подготовить окончательный отчет и решать проблему. Мы хотели бы напомнить людям, что фактически большое количество этих шагов, большое количество обсуждений необходимо, чтобы все это происходило в процессе диалога. Итак, не вдаваясь в подробности, во-первых, необходимо понимать, что должно происходить в рамках объектов мирового наследия. То есть в рамках обсуждения происходит понимание того, что же будет происходить. Также рассматривается процесс решения проблем. Разработка предложений в отношении того, как улучшить проект. Возможно вернуться и снова и снова передумать аспекты этого воздействия. Очень часто вы увидите определенную методологию, которая выглядит четкой и понятной. Но хотелось бы напомнить вам, что это постоянное обсуждение, которое должно происходить в течение определенного периода времени. Инструменты, анализ, процесс должен постоянно продолжаться, чтобы мы действительно были уверены, что понимаем каждый элемент проекта, чтобы мы действительно понимали соответствующие решения, которые будут работать в случае реализации данного проекта. Приведу пример для того, чтобы иллюстрировать это. Это опять-таки пример, который я упоминал раньше. Это вот укрепленный город Гол в Шри-Ланке предлагал строительство порта поблизости. В этом случае оценка воздействия, она была завершена, чтобы проект реализовывался. Однако необходимо было внести некоторые технические изменения в этом, в дельте реки. То есть это было необходимо, если проект, в этом случае потребовалось, чтобы проект снова прошел оценку экологического воздействия, чтобы постоянно был процесс пересмотра, постоянная гарантия защиты объектов мирового наследия. И все это, процесс, мыслительный процесс, он должен быть включен в систему управления объектов мирового наследия. И тогда будет возможность, каким образом, нет времени, чтобы обсуждать, как это происходит. Но логика, которая применяется к планам управления, также такая же логика должна применяться к процессу оценки. И все это должно быть взаимновыгодным с точки зрения нашего понимания объектов мирового наследия. На этом я думаю, что вы услышали достаточно теории. Хотел бы передать вас моей коллеге. Она приведет несколько замечательных примеров из реальной жизни. Возможно, у вас будет гораздо более оптимальное понимание. Большое спасибо за ваше внимание. И я передаю слово. Большое спасибо. Это вот наша третья из пяти презентаций. Поскольку две презентации осталось, и время у нас заявлено осталось всего 45 минут, я прошу двух оставшихся спикеров говорить чуть-чуть покороче и полаконичнее, потому что у нас уже восемь вопросов, на которые хотелось бы ответить. А сейчас я представляю нашего четвертого спикера. Это госпожа Мизуки Мурай, представляющая МСОП. Прошу. Спасибо. Доброе утро, добрый день. Позвольте включить для демонстрации мой экран. Уверена, что вы экран видите сейчас. Итак, меня зовут Мизуки Мурай. Я работаю в программе мирового наследия IUCN. Я являюсь контактным лицом, специалистом команды оценки воздействия. Сегодня хотел бы представить вам шаги и процессы по оценке воздействия в рамках контекста мирового наследия. Итак, в верхней части я снова покажу эту диаграмму, которую показывал Сара в своей презентации. Буквально иллюстрация самого процесса по оценке потенциального воздействия на предлагаемые действия. Я пройдусь по шагам от скрининга до отчетности, перед тем, как передам слово моему коллеге Ричардом. Как упоминала Сара, это не линейный процесс. В идеале вы постоянно возвращаетесь и повторяете некоторые из шагов. Но для простоты этой презентации я показываю это в качестве линейного. Перед тем, как я перейду к шагам, хотела бы показать диаграмму снизу, вот эту пирамиду. Пирамида иллюстрирует, что уникальные особые объекты мирового наследия, которые все это охватывает всего лишь маленькую часть планеты. Если оценивать всю пирамиду, если она, скажем, представляет защищенные объекты во всем мире, всего лишь небольшая группа соответствует требованиям универсально, выдающейся универсальной ценности. То есть это объекты, которые заменить попросту нельзя. Это особые места, которые заслуживают гораздо большего уровня защиты. Для деятельности за пределами границы объектов мирового наследия определенный развитие, например, строительства плотин могут оказать воздействие даже на сотни километров на расстоянии от этих объектов. Поэтому необходимо учитывать эти объекты, когда проводится оценка воздействия. Итак, первый шаг на пути – это консультации. И так как консультации должны происходить в рамках всего процесса оценки воздействия, я начну со следующего шага. Это попытка понять, нужна ли оценка экологического воздействия. То есть шаг, который называется скрининг. Критерии скрининга используются для точной оценки сути воздействия. В некоторых случаях, возможно, это местонахождение воздействия. Предлагаемые действия, которые могут повлиять на объекты мирового наследия, всегда должны учитываться в этом процессе. Необходимо определять степень воздействия. Деятельность, которая предлагается в рамках границ объектов мирового наследия, официально признанной буферной зоны, в частности, если это масштабный объект, все это должно немедленно вызывать сигнал о тревоге. В том случае, когда подобные виды деятельности могут приводить к безвозвратным воздействиям или потере, универсальной стоимости, все это должно постоянно останавливаться. И такие проекты не должны реализовываться дальше. Есть определенные виды деятельности, которые не должны никогда не производиться на объектах мирового наследия. Это включает добычу полезных ископаемых, добычу нефтегаза, эксплуатация в рамках границ объектов мирового наследия, строительство плотин, больших водохранилищ. То есть предлагаемые проекты, если это один из этих проектов, то проект, который описан таким образом, даже не должен выходить за рамки этого пункта обсуждения и должен немедленно останавливаться. Международный совет по добыче полезных ископаемых ОСИММ, он разработал обязательства по уважению в важности объектов мирового наследия, исследованные воздерживаться от добычи или разведки полезных ископаемых. Некоторые компании, конечно, взяли на себя обязательство не проводить никаких видов деятельности в границах объекта всемирного наследия и также берут на себя обязательство, что их деятельность никоим образом отрицательно не повлияет на такие объекты. И кроме того, некоторые компании также берут на себя обязательство не инвестировать в те объекты, которые находятся неподалеку от объекта всемирного наследия. И кроме того, если говорить о содержании всех вопросов, которые должны быть охвачены в рамках такой оценки, иногда называются технико-экономическое обоснование, и поэтому консультации являются очень важными для этого процесса. Ну и кроме того, как я уже говорила, это имеет значение для всего процесса ОВОЗ. И кроме того, они должны не только на какие-то общественные заявления опираться, они должны опираться на очень детальные исследования. И, например, Международный комитет Канады также провело обследование возможного воздействия на национальный парк, и поэтому я в качестве иллюстрации решила использовать седьмой критерий о том, каким образом именно этот критерий учитывался в исследовании. Он в основном говорит о тех действиях, которые отражены на данном слайде в красных рамках. То есть прежде всего, это большая концентрация перелетных птиц, а также очень редкие природные явления. Это очень краткая выдержка из отчета о возможном воздействии. То есть если вы возьмите пункты 1 и 2 из предыдущего слайда, который представляет собой основные характеристики того, какой объем воздействия мы можем предполагать на объекты природного наследия. И вы видите, что здесь предоставляются детали относительно того, что касается непосредственно проведения оценки ОБОЗ. И сейчас, если мы будем говорить о базовой оценке, и особенно когда вы проводите такую базовую оценку, тогда заявление о универсальном или всемирной ценности наследия является очень важным. А также сбор дополнительной имеющейся информации. Кроме того, необходимо провести дополнительный анализ тех компонентов, которые находятся в буферной зоне. Это, конечно же, также связано с сбором информации. Иногда для этого требуется проведение новой базовой оценки. И нужно сказать, что базовая оценка должна обеспечить возможность работы междисциплинарной команды экспертов. И эта публикация, например, говорит о развитии, о застройке жилыми домами в районе Панамы. И, однако, орнитологи также провели свои исследования в этой зоне. И в течение двух часов они нашли 121 погибшую птицу, включая вымирающие виды и некоторые редкие виды птиц. Таким образом, необходимо собрать нужную команду экспертов, которые должны оценить различные элементы в ходе подготовки оценочного отчета. Таким образом, это включает в себя не только определение границ, а также основного содержания, потому что это может повлиять не только на домохозяйство людей, но также на течение реки, а также на живую жизнь. И необходимо учитывать весь жизненный цикл проекта, потому что воздействие может иметь место на любом этапе развития проекта. И воздействие может проявляться в самых разных формах. Они могут быть положительными или отрицательными, прямыми или косвенными. Прямое воздействие включает в себя, например, физическое возведение отеля со всей соответствующей инфраструктурой. А косвенное воздействие может, например, в результате привлечь большее количество туристов. И, конечно же, имеется и кумулятивный эффект, который является результатом целого ряда действий. Например, создание сети отелей может значительно повлиять на качество, а также количество доступной питьевой воды, а также на транспортную инфраструктуру. Когда вы определили потенциальное воздействие, затем необходимо обязательно оценить, каким образом этот проект повлияет на базовые характеристики, или что изменится, если местоположение реализации этого проекта будет изменено. Оценка воздействия. Здесь приводится пример Дании, когда речь идет о возможности расширения порта, и зеленая зона представляет собой очень длинную границу объекта всемирного наследия, и желтая – это часть буферной зоны, которая является непосредственно частью объекта природного наследия. И все, что отражено голубым, это запроектированное расширение порта, и была предоставлена ключевая информация относительно инфраструктуры, а также планы, которые связаны с оценкой воздействий. И здесь также было предложено оценить возможное воздействие. Таким образом, такое предварительное предоставление информации помогло нам, СОП, принять во внимание те аспекты, которые касаются объектов природного наследия. И поэтому государственные органы Дании также предоставили нам график реализации проекта на период двух лет. И, по сути дела, они также представили эту информацию в виде такой упрощенной диаграммы. То есть, прежде всего, это объявление о начале проекта. Затем в течение восьми месяцев были проведены консультации со всеми государственными органами на разных уровнях правительства Дании. И это было сделано транспарентно. Кроме того, там приняли участие также представители общественности, а также ЮНЕСКО и СОП. И на этом раннем этапе были проведены очень подробные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Затем был подготовлен предварительный отчет о оценке воздействия. И затем, глядя на график, были проведены еще дополнительные девять месяцев исследований, в ходе которых также были оценены все возможные последствия, которые были очень важными для принятия решений по проекту. И очень важно также отметить, что решение о реализации этого проекта не было принято до самого конца всего консультативного процесса. И сам по себе отчет включал в себя не только фотографии, но и, возможно, будущий вид с разных точек зрения и под разными углами, которые предложили также развитие инфраструктуры, которые вы видите, отражено внизу голубой стрелкой. И, кроме того, один из факторов окружающей среды, который был связан с накоплением седиментации во время зимы, который будет одним из основных последствий реализации этого проекта. И мы также использовали компьютерное моделирование, на котором мы попытались понять, что будет происходить с такими наслоениями почвы в ходе реализации проекта. И мы надеемся, что мы смогли всеобъемлюще оценить абсолютно все аспекты, включая такие, как морская среда, а также морская флора и фауна. И таким образом мы три основных момента представили для того, чтобы понять, каким образом наша оценка была увязана с каждым из восьми принципов. И на этом я могу завершить свою презентацию. И хочу предоставить слово теперь моему коллеге Ричарду. Большое спасибо. У нас по пятой и заключительной презентации. Мы снова возвращаемся к господину Ричарду Макайу. У него вторая презентация. И после этого мы перейдем к ответам на ваши вопросы, которых уже много накопилось. Спасибо. И да, конечно, это снова Ричард Макай с вами. И одна из дополнительных моих ролей является работа в качестве эксперта ИКОМОС. И я не буду сейчас повторять то, о чем уже говорили Сара и Мизуки, за исключением того, что ИКОМОС также считает данные руководства еще пока действующим, несмотря на то, что уже новая версия руководства уже подготовлена. И несмотря на то, что Мизуки также поговорила о этапах с 4 по 11 в том процессе, я бы еще раз вернулся к пункту номер 4, это понимание универсальной ценности объектов всемирного наследия. И я, конечно же, буду всегда приводить вам такие примеры объектов культурного наследия. Но, опять же, понимая это в соответствии с определением конвенции, это, наверное, действительно будет очень полезным. И вы видите здесь пример Тадж-Махала в Индии. Если вы снова обратитесь на веб-сайт всемирного наследия, то мы понимаем о том, что это физическая, может быть, ткань в очень нехорошем состоянии, или же это то, что необходимо идентифицировать для того, чтобы понять в результате ранней оценки, что это не только критерии, но это также и целостность, а также аутентичность этого объекта, а также это все связано с охраной и управлением. И я также здесь приводил вам в пример археологический сайт. Это бывшая тюрьма, которая использовалась в прошлом веке, но, тем не менее, это очень интересный археологический сайт. И здесь есть различные атрибуты, которые помогают его определить как объект культурного наследия, которые являются предметом национального и региональной культуры. И здесь я хотел бы особенно подчеркнуть, что для того, чтобы понимать различные атрибуты, которые могут испытывать на себя определенное воздействие в результате реализации проекта, очень важно иметь какие-то цитаты из других юрисдикций, не только из Всемирной конвенции по всемирному наследию, которые дают нам возможность предполагать о том, что этот проект также может иметь место, но также окажет физическое воздействие на сайт. И я вам еще раз попытаюсь пояснить, каким образом это связано с предлагаемой застройкой. И, конечно же, мы должны понимать само предложение. И здесь очень важно получить достаточное количество документов, для того, чтобы понимать природу тех изменений, которые планируются. И я должен сказать, что вот здесь приведены примеры Ливерпуля. И вы видите, исторический водораздел отображен вверху. И вы видите, что здесь имеет место достаточно много изменений, включая новую футбольную арену, которую вы видите внизу. Поэтому очень важно иметь не только визуализацию, а также имеющиеся чертежи и описание для того, чтобы вы прекрасно понимали, что конкретно предлагается, особенно когда вы начинаете процесс оценки воздействия. И это очень важно, когда вы уже поняли предложение. Здесь я снова возвращаюсь к примеру Сары, старом городе Гол в Шри-Ланке. И здесь вы видите оценку воздействия, которое, кстати, имеется также в интернет-ресурсах, которые показывают именно, что конкретно попадет под воздействие, а также природа отрицательного воздействия и предлагаемые меры смягчения этого воздействия. Таким образом, вы можете найти специфические отрицательные воздействия и связать их с какими-то конкретными атрибутами объекта наследия. И, конечно, есть руководства, текущие, которые имеют силу, датированные 2011 годом, которые дают нам возможность оценить не только природу негативного воздействия, но и их силу. И вы видите, что даже какие-то небольшие изменения, тем не менее, могут иметь очень большие воздействия, последствия, если посмотреть на них с точки зрения объектов всемирного наследия. И вот вы видите треугольную диаграмму, которая показывает вам иерархию тех аспектов, которые необходимо избегать, и что можно минимизировать. И, как правило, полностью избавиться от какого-то воздействия невозможно. Поэтому что происходит с объектами всемирного наследия, когда мы идентифицируем универсальную всемирную значимость объекта, то такое воздействие необходимо либо минимизировать, либо вообще избегать. Кроме того, очень возможно также оценить эффективность изменений, поэтому если вы будете вносить какие-то изменения в проект, то вы можете, в принципе, смягчить возможное негативное воздействие на объекты всемирного наследия, и тогда необходимо сделать повторную оценку воздействия. И здесь я уже также говорил о том, что иногда такая методология оценки воздействия может повторяться, и очень хорошим примером этого является один из кейсов, один из примеров. Это Стоунхендж, который находится в Великобритании, когда мы провели несколько фаз оценки возможного воздействия для того, чтобы определить дифференциальное воздействие. Этот процесс еще пока не завершился к нашему удовлетворению, потому что сейчас очень много различных проблем, с которыми мы еще сталкиваемся, которые связаны со строительством дороги вокруг Стоунхендж, но это означает, что мы можем отдельную оценку провести именно этого компонента для того, чтобы оценить все его воздействие на этот культурный объект. И, конечно же, очень важно всегда наладить хорошую отчетность. И, как я уже говорил, отчетность должна быть очень четкой и транспарентной, как Сара уже вам говорила, как в Вилле Адриана, например, это пример Италии, где проблема заключалась в застройке, в непосредственной близости от этого объекта, который показывает, что... который предоставил два графика, которые отражают местоположение самого объекта всемирного наследия и того проекта, который был запланирован в непосредственной близости от него и который включал в себя очень неважные этапы того, что, возможно, этот проект вовсе никоим образом не учитывал, и поэтому этот проект не должен продолжаться. Очень важно также переоценивать те изменения, которые вы можете смягчать. И здесь я опять возвращаюсь к археологическому объекту, о котором я говорил ранее, когда мы говорили о том, что имеется возможность его изменить дизайн здания для того, чтобы не нарушать археологические зоны, и мы также указали, что может быть нежелательными последствиями, и вы видите это в голубом цвете, и те предложения, которые ранее были неприемлемыми, и как они могут поддерживаться при принятии мер смягчения. И, наконец, следующим этапом является принятие решения, и для того, чтобы можно было принять информированное решение. И, опять же, я снова хотел бы завершить эту презентацию с примера Вилла Адриана в Италии, когда проект по застройке Капринсорио Ди Понте-Лучано имел бы огромное отрицательное воздействие на основные атрибуты этого объекта всемирного на свете и буферная зона, которая также содержит в себе уникальные всемирные ценности и другие культурные ценности, которые были в заключении. Был сделан вывод, что единственная опция, которая может быть у нас, это этот проект не реализовывать. Спасибо вам большое. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Большое спасибо всем нашим выступающим, всем нашим спикерам. Я предлагаю незамедлительно перейти к вопросам и к ответам на вопросы. Первый вопрос был задан на казахском языке, был задан в самом начале вебинара. Давайте я его зачитаю, сам попробую на него ответить на правах организатора, я думаю, это возможно, а наши эксперты уточнят, если нужно будет и у них как бы будет еще что сказать. Вопрос звучал примерно следующим образом. В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО включены объекты, напоминающие трагические и кровавые страницы в истории человечества. Можно ли их отнести к какой-то группе? Здесь я хочу сказать, что ЮНЕСКО в целом, что Центр Всемирного Наследия, что консультативные органы делят объекты как в списке всемирного наследия, так в предварительном списке всемирного наследия только на объекты культурного, природного или смешанного наследия. И они проводят оценку заявленной выдающейся универсальной целостности, а также сохранности, целостности и управления объектом. Но эту формулировку подает само государство. Какие-то объекты могут быть включены в список всемирного наследия под угрозой, но так или иначе, такие вопросы, как оценка памяти или, допустим, интерпретация того, что делать с памятью людей, которые погибли или были захоронены на территории объектов всемирного наследия, нами не проводится. Это исключительно дело самих местных сообществ и местных правительств. То есть ЮНЕСКО их никакой категории не относит. Я не знаю, наши спикеры хотят что-то добавить или переходим к следующему вопросу. Ну, я полагаю, что мы можем переходить к следующему вопросу. Их будет несколько. Они все касаются темы буферных зон. Они в какой-то степени дополняют друг друга, контекстуализируют друг друга. Поэтому я бы хотел их все вместе привести, а потом наши эксперты уже перейдут к непосредственным ответам. Во-первых, госпожа Багэм Тасыбаева спрашивает, какое точное определение термина буферная зона памятника. Во-вторых, госпожа Галия Лемжанова обращается к Борису Эргу и спрашивает, возможно ли проведение корректировки границ номинации досье памятников ЮНЕСКО в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Какой алгоритм действия по данному вопросу? Ну, то есть, если я правильно понял вопрос, каков механизм проведения изменения границ памятника? Это первый вопрос такой, более конкретный. Второй вопрос адресуется, наверное, специалистам по культурному наследию, потому что он касается объектов семейного наследия Тамгалы. Вопрос звучит следующим образом. Территория заповедника Тамгалы в общей сложности занимает 3800 гектар. Буферная зона из них 2900 гектар, то есть три четверти. А сама особо охраняемая зона составляет 900 гектар. В этой связи вопрос, можно ли в данном случае ограничиться ограждением только непосредственной охраняемой зоны? Еще один вопрос также касается Тамгалы, и Борис Железняков говорит по сути о той же теме. Он также говорит о том, что буферная зона Тамгалы составляет 2900 гектар. Она составляет основную территорию заповедника и со всех сторон окружает памятник. А на территории городища Талгар это один из компонентов такого объекта всемирного наследия, как Шелковый путь в Чинань-Тенчайский коридор, территория памятника непосредственно огорожена и охраняется. Его буферная зона несколько более аморфна и фактически частично используется под нужды современного города и частных владельцев, влияние которых пока на объект не выявлено. Пожалуйста, очертите нормы размеров буферных зон для культурного и смешанного наследия для объектов всемирного наследия. Можно ли корректировать территорию буферных зон в зависимости от условий? И последний вопрос про буферные зоны. Его задает Лиза Бесимбаева. Вопрос к ЭКОМОС по культурному наследию. Возможно ли изменение границ объекта всемирного наследия? Речь идет об археологическом объекте. Если это было рекомендовано экспертом ЭКОМОС в ходе проведения реактивного мониторинга. Речь идет об исключении из территории номинаций действующего сельского кладбища. В общем, такой большой пласт вопросов про буферные зоны. Я напоминаю, что конкретно термина буферная зона его нет в законодательстве стран Центральной Азии. Мы используем другие термины охранные зоны и там своя в каждой стране свое разделение. Этот вопрос очень актуальный, часто задается. Вот я вижу господин Ричард Макай первый поднял руку. Я предлагаю ему дать слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, отвечая на первый вопрос буквально заранее. Буферная зона в целом это территория, которая больше, чем самописываемый объект. Это как раз таки территория, на которой имеются атрибуты, которые необходимо также защищать, которыми нужно управлять для того, чтобы сохранять и защищать выдающуюся универсальную ценность объекта. Если вы хотите, эта территория, как правило, больше, чем сам объект, которая также нуждается в процессах управления для того, чтобы сохранять ценность мирового наследия. Граница данной буферной зоны, граница буферной зоны и самого объекта, они могут регулироваться в соответствии с необходимыми процедурами. Иногда это может быть инициировано самим государством, иногда это может быть инициировано как результат реактивного мониторинга на основании миссии или ничего аналогичного и соответствующего решения комитета. Есть два способа, каким образом граница соответствующего объекта или буферной зоны может меняться. Если это, скажем, небольшое изменение и если оно в целом не влияет на состояние выдающейся универсальной ценности объекта, то это можно сделать просто простым решением комитета, то есть направляя специализированное досье, на основании которого будет приниматься решение комитета. Если это значительное изменение, границы или буферная зона или это то, что непосредственно меняет на состояние универсальной выдающейся ценности, то есть требуется дополнительная номинация, то есть требуется совершенно новая номинация, которая должна объяснять, почему происходит такое серьезное изменение. Я не способен прокомментировать о конкретном ситуации Стамгалы, может быть, другие смогут прокомментировать ситуацию Стамгалы, но операционные руководства конвенции о мировом культурном мировом наследии, правительства национальных стран, которые являются подписантами конвенции, на них лежит обязательство, обязательство реализовывать соответствующие правовые юридические механизмы для того, чтобы управлять не только сам указанный объект наследия, но и также буферную зону вокруг него. если нет адекватных схем, которые реализованы, то это как раз таки должно делаться и то, что требуется к самой конвенции или обязательствам в рамках конвенции. Спасибо. Большое спасибо. Следующий поднял руку господин Борис Банского. Да, большое спасибо. Я думаю, что Ричард, он должным образом ответил на вопрос о изменении границ буферной зоны или зоны самого объекта. Конечно, это достаточно масштабная тема операционного руководства определяют очень подробно данные подходы. Очень важно упомянуть, почему эти объекты представляются в объектах мирового культурного наследия, потому что они оцениваются, рассматриваются, ведется постоянный процесс мониторинга на позднем этапе. То есть, поэтому эти объекты должны быть разработаны должным образом и управляться должным образом. Соответственно, есть правовые требования и правовые механизмы для того, чтобы менять эти процессы. То есть, все эти вопросы необходимо изучать в рамках конкретных вопросов. С точки зрения изменения границ, маленькое изменение, большое, незначительное или значительное изменение границы, государство должно информировать комитет о мировом наследии максимально оперативно, насколько это позволяет время, или есть соответствующие необходимые для того, чтобы изменять, или двигать границы каким-то образом. Комитет по мировому наследию, он должен быть проинформирован об этом. Также я вот вижу вопрос о естественных критериях определения границ объектов всемирного наследия. В этом конкретном случае добавление критерия, дополнительного критерия, скажем, то есть, это уже прописано в критерии номер 3, что фактически означает, что объект должен быть объектом смешанного характера, вместо того, что, скажем, культурного наследия быть объектом. Это вполне возможно, можно менять. Отвечая на ваш вопрос, можно реклассифицировать объект другим образом, как смешанного назначения, или культурный, или природный, то есть, опять-таки, все должно соответствовать требованиям универсальной, выдающейся универсальной ценности, то есть, нужно ли менять заявление об этой ценности или нет. На самом деле, это, конечно, добавляет, должны быть добавлены соответствующие критерии такого природного объекта, что вызовет повторную реномину, что вызовет реноминацию объекта, то есть, были ситуации, когда объекты мирового наследия становились объектами смешанного характера, и необходимо, чтобы это проходило оценку со стороны комитета, консультативных органов и так далее. Большое спасибо, господин Эрк. Господин Эрк успел ответить даже на следующий вопрос, который я хотел зачитать от пользователя Жанар Жанар. Я на всякий случай зачитаю вопрос сам, потому что если кто-то нас в записи будет смотреть, он не сможет прочитать чат. Вопрос звучал следующим образом. Танбалы это современное название объекта, который был внесен в список всемирного наследия, как Тамгалы, археологические ландшафты Тамгалы. В общем, Танбалы был включен в список семейного наследия по критерию 3, но помимо археологических памятников заповедник имеет богатую флору и фауну. Некоторые из видов включены в Красную книгу. И вопрос был, можно ли включить объект по другому критерию, под критерию номер 10 и сделать объект не только культурного наследия, но и смешанного культурного и природного наследия. В общем, этот вопрос я ставлю отвеченным. И сейчас передаю слово госпожи Саре Корд, которая тоже подняла руку. И дальше перейдем к другим вопросам. Спасибо. Да, буквально краткое дополнение. Как только мы приздаем важность границ, буферных зон, то они должны быть четко прописаны и они должны четко управляться. Мы обнаруживаем, что оценка воздействия, о которой говорилось, есть большое количество факторов, которые могут влиять на объекты мирового наследия, которые находятся за пределами буферной зоны или границы самого объекта. То есть необходимо помнить, что хорошая буферная зона замечательная, но она не всегда решает нашу проблему. То есть инструменты оценки воздействия, они действительно могут помочь нам понять, когда происходят объекты за пределом территории, когда это воздействие необходимо оценить. То есть мы не должны фокусироваться только на воздействии в рамках самих границ. Спасибо. Теперь переходим к следующему вопросу, который адресуется господину Ричарду Макаю. Его задает Лизат Бесимбаева. Она спрашивает по поводу одного из примеров, которые вы появились в первой презентации, это парк развлечений в городе Сиднен. Вопрос звучит следующим образом. Проводится ли обновление механизмов развлекательных объектов и как это влияет на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо за вопрос о Лунопарке. Краткий ответ на этот вопрос. Да, так как мы здесь находимся сегодня, так сказать, вечером по моему времени, работа уже практически завершается по фазе модернизации объектов развлекательного парка, потому что они должны соответствовать современным требованиям безопасности, охрана здоровья и безопасности эксплуатации данных механизмов и очень мало физического материала объекта, который сегодня присутствует. Практически ничего, что вы там видите, оно будет находиться там, когда объект был построен, потому что сущность самой вот этой ткани объекта, то есть такая эфемерная сущность, это требует постоянной замены механизмов оборудования. Поэтому я использую в качестве примера достаточно кастомизированного подхода к процессу управления, потому что на этом культурном объекте ценность, которая придается самой концепции и идее, это дизайн в стиле арт-дека и современное использование именно каруселей, качелей и так далее, аттракционов. То есть основная цель, то есть это не сущность, из какого металла он сделан, а новый объект. Да, там новые карусели, когда приедете в Австралию, пожалуйста, придите, посмотрите, это очень веселый парк. Большое спасибо. Следующий вопрос дает Галия Алинжанова. Вопрос звучит следующим образом. Хотелось бы узнать, есть ли положительный опыт других стран, где активно развиваются хозяйственные и другие виды деятельности, на территории, которые прилегают к объектам всемирного наследия. Есть ли примеры, когда эта деятельность развивается, не причиняя вреда самим объектам? Вопрос не был адресован кому-то конкретно из экспертов, кто хочет ответить, пожалуйста. А, вот господин Макай готов ответить. Спасибо. Да, конечно, все это зависит, конечно, от причин, почему тот или иной объект был включен в список мирового наследия, но, как правило, в объектах культурного наследия это достаточно типично. Например, Баган в Мьянне, это святые места, где имеются храмы, а вокруг храмов активно ведется сельское хозяйство. Пример, который я показывал в своей первой презентации, Ангкор Бат в Камбодже имеется около 100 тысяч человек, которые проживают на территории этого храмового комплекса, и, конечно, они используют данные объекты. И есть сельхозугодья, которые также входят, потому что сельское хозяйство, там рисовые поля на Филиппинах, на Бали, в Индонезии, они также примеры культурного наследия специальной рисовой плантации. То есть это особо также, например, как территория района Просека в Италии, где выращивается виноград для знаменитого игристого вина, потому что фермерская деятельность, она действительно реализуется на подобных объектах. Все это зависит от самой сущности данной ценности, и я уверен, что фактически, наверное, мы не слышали примеров на объектах, которые по естественным причинам входили в такой список. можно спросить мою коллегу госпожу Мизуке об этом. Уважаемые эксперты, кто-то хочет еще добавить? Переходим к следующему вопросу. Полагаю, тогда, что можно задавать следующий вопрос. Его задает анонимный пользователь, и он касается объекта культурного наследия Мавзолея Хаджи Ахмеда Исави, расположенного в городе Туркестан, в Казахстане. Это первый объект, который Казахстан внес в песок всемирного наследия ЮНСК. Вопрос касательно оценки воздействия на памятник в Туркестане. Проводилась ли оценка влияния в контексте строительства в Туркестанской области? Здесь я просто напомню контекст, если кто-то не знает, Туркестан это город, который недавно стал административным центром Туркестанской области, и в нем началось активное строительство, а в нем уже находился ранее внесенный объект всемирного наследия. Вопрос хорошо, раз наши эксперты не хотят говорить о данном конкретном объекте, возможно, они не знают документации, не знают этот объект, я сейчас в чат отправляю ссылку на сайт Центра Всемирного наследия, в нем по каждому объекту, в том числе по мавзолею Хаджи Ахмеда Исави приведена вся документация, то есть там отчеты стран, которые они предоставляли, предоставляют регулярно, и которые они предоставляли в случае, ну вот я знаю, в случае Туркестана, они предоставляли в связи с новым строительством, с новым изменением вообще всего города. Эта ссылка сейчас появляется в чате, также здесь я вижу, что в последние годы там проводились миссии консультативных органов по конвенции всемирного наследия, то есть однозначно этот вопрос обсуждался, и этот вопрос специалисты центра всемирного наследия были поставлены в курс по поводу данного строительства. Переходим к следующему вопросу, его задает господин Борис Железняков. кто должен организовать и финансировать составление менеджмент планов для объектов всемирного наследия и проведение оценки воздействия на них? Спасибо. Кто из экспертов хочет ответить? А я вижу госпожа Мизуки подняла руку, пожалуйста, вам спасибо. Большое спасибо, спасибо за данный вопрос. Что касается самого плана управления, так как если объект является объектом мирового культурного наследия, если оно так описано, таким образом, как правило, имеется национальное обозначение этого объекта. Если, например, я буду ссылаться на какие-то национальные сайты по объектам всемирного наследия, то есть это может быть какой-то резерват или национальный парк, то, скорее всего, у них будут свои планы по управлению, которые должны обязательно соответствовать национальному законодательству, и вполне возможно, что компонент всемирного наследия может также быть добавлен в имеющийся национальный план по управлению, который также будет удовлетворять специфическим критериям объекта всемирного наследия. Но с точки зрения того, кто это финансирует, это зависит от страны, возможно, это будет зависеть также от областей, а также локальных районов, где находится этот объект. Что касается оценки овоз, то, как правило, это прежде всего одна из компаний, которая реализует проект, обязана провести также оценку возможного воздействия. Но когда мы говорим о специфическом овоз, то, как правило, она финансируется правительством и учитывает гораздо больше различных аспектов, которые связаны с объектами всемирного наследия. И говоря о планах управления, у ЮНЕСКО есть определенный орган, который может предоставить финансирование, например, если требуется финансовая помощь для того, чтобы обеспечивать продолжающуюся защиту объектов всемирного наследия. Большое спасибо. Я вижу, господин Макай поднял руку, а потом господин Эрк, по-моему, слово. Спасибо. Я бы здесь очень быстро прокомментировал следующее, что одним из основных столпов является, конечно же, защита объектов всемирного наследия, и, как правило, именно государство в качестве части деятельности по номинации этого объекта должны также назначить тот орган, независимо от того, кто отвечает за него. Я так понимаю, что менеджером, например, исторического объекта может быть какой-то государственный орган, которому принадлежит этот, например, археологический объект. то, как правило, именно они будут финансировать как создание самого плана по управлению с точки зрения оценки воздействия. Это всегда является обязательством того органа, который начинает какой-то проект по застройке для того, чтобы учесть все аспекты, которые связаны с необходимостью консервации и сохранения объектов всемирного наследия. господин Ярк, вы подними руку, хотите что-то добавить? Да, спасибо. Я хотел бы также продолжить этот вопрос по планированию управления. Как вы знаете, у нас на прошлой неделе также состоялось очень интересное обсуждение и на региональном комитете по западному теншанию когда мы говорили о также вопросе управления, поскольку вы знаете, что это транснациональный сайт и по умолчанию национальные органы также имеют свои процессы, а также планы по управлению этими объектами. И, конечно же, если говорить о планах по управлению некоторыми компонентами сайтов, то они должны также в себя включать определение ценности, всемирной ценности этого объекта. Что касается транснациональных сайтов, то могут ли они построить один план управления? Это, наверное, еще один слой, который обеспечивает, что транснациональный сайт должным образом управляется. то есть либо мы должны разрабатывать такие транснациональные планы по управлению, либо мы должны их объединять. Спасибо. Мы уже немножко времени перебрали заявленное для нашего вебинара, поэтому я, наверное, позволю последний вопрос зачитать нашим экспертам, и потом мы будем прощаться. Вопрос был задан и на русском, и на английском языках. Я сейчас в чат на английском языке его высылаю, как он был сформулирован. А сам зачитаю на русском языке, если кто-то нас в записи будет слушать. Его задает Яркин Тикенов. Вопрос Каковы последствия отсутствия наращивания местного потенциала, недостаточной финансовой поддержки со стороны властей и ограничений для участия заинтересованных сторон в разработке проекта? Что международные органы могут сделать с властями, если государственные органы не следуют планам и не всегда решают вопросы устойчивости? Ну, я думаю, здесь имеется объекта всемирного наследия, а не вообще каких-либо объектов. Кто-то хочет ответить на этот вопрос? Что тут можно сказать? Что ЮНЕСКО в целом, Центр всемирного наследия и консультативные органы, они не призваны, чтобы хвалить и наказывать страны за их отношение к памятникам? Отнюдь нет. Сами страны решают, какие объекты номинировать, что с ними делать и как ими управлять. А международные организации, международные эксперты призваны в первую очередь для того, чтобы помочь странам сделать это в соответствии с критериями всемирного наследия, в соответствии с конвенцией о всемирном наследии и с операционным руководством, которое предлагается к конвенции всемирного наследия. Поэтому что международные органы могут сделать? Международные органы могут только советовать и могут предоставлять свою помощь, если государство хочет сделать что-либо с объектами или номинировать их в список всемирного наследия, или вводить какие-то режимы управления над ними. Я полагаю, что это резюмирует позицию всех присутствующих здесь. Я в заключении хотел бы сказать, что было очень приятно слушать наших экспертов, которые на очень высоком уровне, очень понятным языком говорили о актуальных вопросах управления объектами всемирного наследия. Я напоминаю, что у нас в этот четверг 8 июля будет следующий вебинар и сейчас в чате появятся ссылки на информацию, а также там есть ссылки для регистрации на данный вебинар. Запись данного мероприятия будет размещена на нашем YouTube-канале на YouTube-канале Классного Бюро ЮНЕСКО В Алматы на английском и на русском языках в ближайшие дни. Презентации спикеров на русском языке и на английском языке будут высланы зарегистрированным участникам. То есть какой электронный адрес вы ввели при регистрации туда будут высланы презентации. Всем большое спасибо за участие, спасибо нашим экспертам, спасибо нашим спикерам и спасибо нашим слушателям.